Я думаю, что здесь нет человека, который глубоко не сожалел бы о том, что на сегодняшний день отношения между Украиной и Россией оставляют желать лучшего и вряд ли будут лучезарными в ближайшем будущем. Скажем так, отчасти случилось это потому, что официально Россия с упорством, достойным лучшего применения, поддерживала воровскую банду Януковича, пока его не объявили в розыск, при том, что лучше было бы сказать, что жулики и воры, вы обещали не перебивать, нам не союзники, нам нужен союз со страной Украины, с украинским народом. В конце концов, нам нужно продавать нефть и газ, и мы братские народы. Если вы считаете, что Янукович вор, то... Так Запад тоже поддерживал Януковича до того момента, пока он не отказался от ассоциации. Запада тоже поддерживал. Ваше время в эти две минуты... Послушайте, давайте время здесь буду определять я, а не вы. Договорились. Спасибо. Пожалуйста. Вы мне дали две минуты. Первое. Второе. Я хотел бы, чтобы люди вспомнили, что сувереном и источником права является народ, а не государственный аппарат. Каковой аппарат является? Наемными менеджерами на службе у народа. Это где так... Будьте любезны, почитайте политологию Конституции. И таким образом, когда власть пытается объявить себя сакральной и пытается объявить мятежником каждого, кому она не нравится, мы переходим к третьему пункту. Виктор Янукович пришел к власти законным, легитимным образом. Фокус заключается в том, что придя к власти законно, можно стать незаконным, когда ты эту власть подминаешь под себя, когда суд делается продажным, милиция делается продажной, твоя администрация делается продажной, и Дума делается продажной, и тебя можно сковырнуть только противостоянием, потому что иначе ты говоришь, идите в суд. А выборы? А выборы подтасовываются. А в суде тебе это... Ну, предыдущие выборы-то были нормальные. Ну, предыдущие выборы. Последнее. 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 Дайте, господин Виллер, сказать. Сейчас. Сейчас. Все молчат, господин Виллер, говорю. Последнее. Последнее. Здесь много говорилось о Будапештских соглашениях, ну и здесь. 1994 года, по которым в обмен на отказ от ядерного оружия Россия, США, Великобритания, гаранты суверенитета, целостности Украины. Сейчас требуется находить общий язык с украинским народом, с Киевом, и с Майданом, и с Харьковом, и с Харьковом, и с Львовом, и с Крымом, и с Ровно. Для того, чтобы люди видели в России друзей и братьев, а не демагогов и воров. Потому что от этого всем только хуже. В отсутствующем, к сожалению, время у нас неумолимо, поэтому короткий вопрос. Ваш прогноз развития событий на ситуации в Украине и что в этой связи делает Россия? Господин Гвоздин, пожалуйста, начнем с вас. Я очень надеюсь, что там все утрясется, я надеюсь, что там не будет войны. Я уверен, что там не будет войны, если мы не вмешаемся, и если мы прекратим тотальную ложь и тотальную антиукраинскую пропаганду по нашим каналам. А если мы вмешаемся, то что будет война? Еще я бы очень хотел, чтобы люди на Украине, которые, простите, я говорю, на Украине, мне кажется, больше соответствуют нормам русского языка. Так вот, я бы хотел, чтобы люди на Украине, которые нас сейчас слышат, а их много, знали бы, что не все верят тому, что нас показывают. И что есть много людей, которые с восхищением смотрят на тех, кто боролся за человеческое достоинство и свободу.